Прошедшая неделя не была ознаменована какими-то сверхяркими, громкими или скандальными событиями, однако жизнь идет своим чередом, и особенно в преддверии выборов события были, конечно же, окрашены и этой тематикой, и другой. Начнем с большой политики, перейдем к маленькой. В политических и околополитических кругах республики продолжается бурное обсуждение перспективы назначения премьер-министра в правительстве республики Башкортостан. Мы уже говорили о том, что очень многочисленные были дискуссии на тему того, станет ли Андрей Геннадьевич Назаров нашим новым премьер-министром, учитывая его более чем теплые взаимоотношения с Радим Хабировым и так далее. Тут же возникли все вот эти древние и не очень материалы, порочащие и так далее господина Назарова. Там за многие годы, конечно, наслоилось черти что и истории всяких событий, но в прошедшую неделю разговор о премьер-министре правительства республики Башкортостан пошел немножко в другую сторону. В частности, московские источники, близкие к Старой площади, близкие к Кремлю и вообще к этой тематике, все больше и больше на прошедшей неделе давали информацию о том, что в сентябре-октябре Башкирии дадут из Москвы премьер-министра. Этот премьер-министр будет русским, этот премьер-министр будет не участником нынешнего политического или экономического процесса в Башкирии, то есть это вообще будет некий варяг. Тем самым существует такая версия о том, что Старая площадь решила уравновесить и национальную, и политическую ситуацию республики Башкортостан, то есть будет у нас Башкир-глава, русский премьер-министр и, скорее всего, представитель татарского народа, возглавит Курлтай-Госсобрание республики Башкортостан. Учитывая то, что в последнее время правительство и руководство республики совершают ряд достаточно серьезных ошибок, промахов и даже допускают некие провалы, я говорю, например, о пятом всемирном Курлтае, Башкире и о некоторых других вещах, видимо, на Старой площади слегка обеспокоились тем, сумеет ли ради хабиров удержать в Башкортостане тот паритет, который был достигнут, и даже, в общем-то, тот уровень поддержки федеральной власти, который существует в Башкирии. Дело в том, что Башкортостан один из немногих регионов, где все еще сохраняется доверие федеральной власти в значительной степени, где вот эти вот протестные и нигилистические настроения все еще достаточно слабы, но, как говорится, лиха беда начала, если хабиров и его команда дальше продолжат в таком же духе развивать свою деятельность, на территории, ну, возможно, и более негативные сценарии. Судя по всему, на Старой площади это понимают и решили вот предпринять такой маневр. Дело в том, что это пока еще не проверенная информация, это всего лишь еще такие аккуратные вбросы, которые идут с разных сторон, в том числе из достаточно авторитетных источников, но если подобная конфигурация свершится, то это будет, конечно, достаточно серьезный удар по авторитету самого хабирова, по его власти, по его возможностям. Дело в том, что вот если этот присланный премьер-министр появляется в конструкции власти в республике Башкортостан, тогда мы получаем такую картинку. Мы получаем два полиса влияния. Причем, судя по всему, Кремль сделает так, чтобы влияние вот этого премьер-министра, присланного из Москвы, было никак не меньше, чем влияние самого хабирова, и автоматически элиты разделяются на две части, если не конфликтующие, то, по крайней мере, конкурирующие между собой. Так что, вот, будем посмотреть. К тому, что Назаров может или не может стать премьер-министром, я продолжаю относиться достаточно скептически и полагаю, что все-таки всерьез его кандидатуру на кремлевском уровне рассматривать не будут. Конечно же, основные новости нам дает предвыборный период, и большая часть сегодняшней передачи, конечно, будет посвящена тем событиям, новостям, которые произошли в этой сфере. В передаче ранее мы рассказывали о том, что Владимир Барабаш, кандидат в главу республики Башкортостан, обратился в Центрсбирком и прокуратуру с просьбой проверить действия кандидата Хабирова, кандидата от «Единой России», в части его агитационной работы, а именно возникли некие подозрения о том, что за заявленные 835 тысяч невозможно было разместить 42 или более рекламных баннера по республике. И вот на прошедшей неделе достаточно оперативно Владимира Барабаша и представители его штаба вызвали в Центрсбирком, чтобы разъяснить ситуацию. Собственно, это было некое такое подготовительное мероприятие, я так понимаю, потому что ни протокола, никаких других документов это заседание не породило, хотя и было обещано, что протокол будет выслан в дальнейшем, посмотрим в ближайшие дни. Собственно, о чем пошла речь. На этом заседании в Центрсбиркоме представители Хабирова тщательным образом пытались оправдать ситуацию следующим порядком. Действительно, выяснилось, что Хабиров в этот отчетный период разместил 148, по-моему, что-то вроде этого рекламных конструкций по республике Башкортостан, и действительно по отчету потратил на это 835 тысяч рублей. Кто хотя бы чуть-чуть сталкивался с этой наружной рекламой, понимает, что само по себе размещение одного места стоит от 20 до 100 тысяч рублей, изготовление самого полотна, самого небольшого 3 на 6 стоит около 5 тысяч рублей, ну и так далее. То есть, конечно, в эти 835 тысяч никак нельзя было уложиться, разместить вот эти баннеры. Понимая это, сторона Хабирова стала придумывать и изобретать всевозможные объяснения этому событию, и было заявлено следующее. Учитывая то, что законодательство о выборах говорит о том, что все процессы во время агитации, во время информирования граждан и так далее должны идти только по предоплате, и все услуги, всякие процессы размещения, изготовления, монтаж этих рекламных конструкций должны быть предоплачены с избирательного счета кандидата и потом размещены. Так было всегда. Я участвовал на многих выборах, я очень хорошо помню, что вот когда мы занимались предвыборной кампанией господина Амарова в Государственную Думу, которая, кстати, успешно прошел и до сих пор депутат Государственной Думы, так вот, я помню, насколько строго финансовый уполномоченный следил за тем, чтобы любые действия происходили по предоплате. То есть, размещается материал в каком-нибудь издании, в статьях какая-нибудь, агитационного характера, где кандидат рассказывает о себе или что-то еще делает. Так вот, сначала берется счет, потом он оплачивается с избирательного счета, и только потом выходит этот материал. Любые агитационные материалы, листовки, баннеры и прочее. Все делалось так всегда до сего момента, но теперь Центр избирком Республики Башкортостан нашел новую форму существования в этом избирательном процессе. По версии Центр избиркома госпожи Макаренко, как известно, она у нас юрист-криминалист, теперь эта норма трактуется следующим образом. По предоплате должно делаться только изготовление агитационных материалов, а вот размещение, то есть услуга по распространению этого агитационного материала может оплачиваться потом, причем в неопределенном каком-то будущем, потом, ну, видимо, хотя бы до конца выборов. В общем, конечно, это весьма любопытная трактовка законодательства со стороны Центр избиркома Республики Башкортостан. Мы, как штаб, обязательно дождемся официальной бумаги об этом, о том, чтобы они письменно изложили вот эти соображения и поставили свою синенькую печать. И в это же мгновение, как только мы получаем эту бумагу, мы обращаемся в Центр избирком Российской Федерации. Дело в том, что лично мне, ну и, собственно, кандидату в главу Барабашу, недостаточно подобной вольной трактовки законодательства мы хотим получить. Официальное подтверждение об этом со стороны компетентных юридических органов и, в частности, Центр избиркома Российской Федерации. На мой взгляд, предположительно, все еще и пока, подобного объяснения недостаточно. Раньше закон трактовал ситуацию с предоплатой совершенно однозначно. Все действия, включая распространение, изготовление и подготовку агитационных материалов, делались только по предоплате. И сейчас, на мой взгляд, этот закон все еще действует. Но посмотрим реакцию, что нам скажет Элла Александровна Панфилова. Надеюсь на ее объективный подход. Дело в том, что к Башкирии она относится всегда более чем объективно. Хотелось бы пояснить, почему мы такой мертвой хваткой вцепились в эти баннеры и почему такое внимание уделяем этим процессам. Дело в том, что все, что связано с финансами кандидата на выборах, является одной из немногих причин для безусловного снятия с выборов этого кандидата. Если мы докажем, что Хабиров и его штаб неправильно обращались с финансами кандидата, тогда у нас будет очень хорошая и вполне себе правдоподобная возможность снять Хабиров с выборов. Ну, сами понимаете, как дальше будут развиваться события. Как руководитель штаба Владимира Варабаша, я не могу не выразить глубочайшую благодарность Рустаму Маратовичу Ахмадинурову за эфир на АИХе Москвы на прошлой неделе. Дело в том, что придя на этот эфир, господин Ахмадинуров в статусе исполняющего обязанности руководителя исполкома партии «Единая Россия», примерно половину этого эфира говорил исключительно о кандидате Барабаше. За отдельную, бесплатную и добровольную рекламу. Низкий вам поклон и спасибо, Рустам Маратович. Более того, Ахмадинуров упомянул и меня, назвав меня гуру политтехнологий, избирательных технологий, или как-то так примерно, значит, ну, спасибо вам отдельно и лично от меня. Кроме всего прочего, Ахмадинуров нам позволил юридически не волноваться за те действия, которые мы делаем в социальных сетях, потому что на прошлой неделе мы подавали также запрос Центра Сбирком на действия самого Ахмадинурова в части его агитации. На страницах в соцсетях. И Центр Сбирком Башкирии дал разъяснение, что любой гражданин вправе на своих страницах в соцсетях агитировать за кого угодно, и Ахмадинуров ни в чем не виноват. Соответственно, если это можно Ахмадинурову, значит, можно и всем остальным, включая меня. Так вот, продолжая свои благодарности Рустаму Маратовичу, я очень благодарен ему за то, что он раскрыл нам карты и публично объяснил, как работала эта система во время подготовки к выборам. Вот было много очень разговоров, каким образом Барабаш набрал, значит, эти вот предвыборные подписи муниципальных депутатов. Так вот, Ахмадинуров как раз и сообщил нам, что дабы разнообразить политическое поле в республике, их партия не препятствовала тому, чтобы муниципальные депутаты от партии «Единая Россия» голосовали за кандидатов от других партий, в частности, и за Владимира Барабаша в том числе. Ну, замечательно, либерально и демократично, что, собственно, дает основание полагать, что и во время выборов и члены партии «Единая Россия», и ее функционеры, и ее муниципальные депутаты тоже, наверное, вправе голосовать за любых других кандидатов, и партия «Единая Россия» вовсе не будет этому препятствовать. Ну, посмотрим. В общем, конечно, Ахмадинуров наговорил столько много хороших вещей на эхе Москвы, что не выразить ему официальной благодарности от штаба избирательной кампании Владимира Барабаша я не могу. Модные нынче анонимные телеграм-каналы на прошедшую неделю разразились довольно длинными рассуждениями о том, что господин Барабаш – это спойлер, что это задумка Белого дома, что это многоходовочка, и что меня туда вовлекли только для того, чтобы нейтрализовать или опорочить, и так далее, и так далее. Честно говоря, конечно, меня не сильно беспокоят подобные рассуждения анонимных источников, хотя, конечно, они раздражают. Потому хотелось бы внести некую ясность в этот вопрос и выразить свою позицию. В определенный момент и по определенным признакам я убедился в том, что Владимир Барабаш идет на выборы, чтобы участвовать в выборах, а не чтобы их имитировать. Именно в этот момент я дал свое согласие работать в штабе Барабаша, настраивать его процессы, организовывать эти процессы, запускать, контролировать и реализовывать. Моя функция в этом штабе исключительно техническая. Я как человек, умеющий и знающий, как организуются технологические процессы внутри выборного периода, я этим и занимаюсь. Но я совершенно ответственно заявляю, что как только я внутри процессов штаба, внутри вот этих политических решений, которые будут неизбежно приниматься, почувствую, что господин Барабаш вдруг изменил своим светлым идеалом и что-то там делает на пользу Белого дома, в этот же момент я покину этот штаб. То есть я вот публично об этом заявляю, обещаю и более того, естественно, я как бы объясню, почему это происходит. Я надеюсь, что этого не случится. Я надеюсь, что Владимир Барабаш и до конца избирательной кампании, значит, будет выдерживать свой ритм и свои установки. На самом деле я вполне ему доверяю и понимаю, что человек делает правильное дело. А все вот эти подозрения, обвинения и различные теории заговора, ну, посмотрим, насколько они сбудутся, потому что все это пока пустословие и вот как бы некие обвинения. Ну, будут факты, будем обсуждать, будем заниматься этим. Мы со следующей недели, в общем-то, начнем уже напрямую контактировать с избирателями, волонтерами, наблюдателями и прочими процессами. И сейчас я немножко об этом расскажу. На следующей неделе я и избирательный штаб Владимир Барабаша, кандидата в главы Республики Башкортостан, запускаем проект «Виртуальный волонтер». Что это такое? Социальные сети крепко-накрепко вошли в нашу жизнь. Очень многие люди посвящают достаточно большое время существованию в этом пространстве. Это своего рода уже виртуальный мир, в котором существуют друзья, противники, в котором уже существует и политика и так далее. Так вот, судя по тому, какой отклик получили наши первые шаги в работе штаба избирательной кампании, очень многие люди хотели бы поучаствовать в поддержке кандидата Барабаши. Ну, скажем, по разным причинам не в состоянии это делать физически, не в состоянии бегать по улицам, расклеивать листовки, не в состоянии заниматься там агитацией, обходить квартиры и так далее. Но при этом они хотят помогать, и мы предоставляем им такую возможность. Сделано это будет следующим образом. Мы создадим некий ресурс, который будет давать возможность любому человеку, пройдя краткую регистрацию на этом ресурсе, получать агитационные материалы для социальных сетей, для собственных аккаунтов, и в этих аккаунтах уже работать, условно говоря, на избирательную кампанию Владимира Барабаши. То есть это будет распространение информации, это будет распространение агитационных материалов и так далее абсолютно на добровольной и бесплатной основе. То есть много людей, которые говорят, я хочу помогать, я хочу это делать. Мы обеспечим этим людям такую возможность. Законодательство нам это позволяет сделать. Естественно, все эти ресурсы, все эти исходные вещи будут оплачены из избирательного фонда Владимира Барабаша. Все будет абсолютно четко, законно. Мы предусмотрим и некую законодательную подоплеку, разъяснение того, как это делается и кто на что имеет право, чтобы люди не волновались и не беспокоились о своем статусе и о статусе самого кандидата. В общем, будет весело. И этот проект как раз часть того проекта, который я для себя ставил одной из задач на этих выборах, это тестирование и проверка готовности людей работать в сети и насколько сетевая работа влияет в целом на политическую картинку, на изменения в предпочтениях избирателей и так далее. В общем, это будет интересный такой технологический процесс. Ну, наверное, достаточно о выборах и поговорим о делах земных, насущных, личных и всяких разных интересных. Не могу не упомянуть ситуацию с долевым строительством, которая была в определенном смысле затронутой на прошедшей неделе. В Миловском парке сдавали какие-то там давно готовые дома, которые давным-давно уже надо было сдать и все тянули еще с хамитовских времен. Но параллельно с этим процессом, радостным, безусловно, и, наверное, позитивным, там же в Миловском парке случились протесты тех людей, которые поняли, что вот их-то дома как раз достраивать, наверное, и не будут в ближайшее время. Дело в том, что готовность домов в Миловском парке настолько разная, что это не может не бросаться в глаза. Если вот эти три дома, которые были наконец-то сданы, они, конечно, сданы были там весьма условно, потому что каким-то странным образом были изменены проекты. Что-то там не то произошло с фасадами. То есть, насколько мне рассказывали жители Миловского парка, вернее, дольщики Миловского парка, жителей там пока еще немного. По проекту был один фасад, случился другой. Ну, как говорится, слава богу, хоть это есть, и так далее, и так далее. Ну, как и в Новобулгаково, это все было сделано пожарным образом и на скорую руку. Но рядом с этими домами, которые все-таки уже сдались, стоят заросшие травой фундаменты, которые, как показала экспертиза, даже уже и сами по себе не фундаменты, а всего лишь их остатки, и их нужно либо реконструировать, либо возводить заново. И вот дольщики этих домов, которых еще не видно из земли, сделали вполне себе закономерный вывод, что вот эти три дома сданы и все, как бы, а наши дома... Ну, в общем, они вышли на протест, там и стояла палатка с отчаявшейся дольщицей, там и были плакаты, которые требовали достройки именно их домов. Совершенно непонятная ситуация с этим молодежным, в которой как будто бы хотели перевезти часть дольщиков Миловского парка. В общем и целом, я эту ситуацию характеризую так, что котел начинает закипать. Не знаю, успеет ли он взорваться до выборов, или все-таки властям удастся сдержать эту ситуацию, заболтать, убедить вот этих вот несчастных, потерпеть еще немного. Напоминаю, что в декабре 2018 года еще Ради Фаридович Хабиров торжественно заявил, что все проблемы долевого строительства в Республике Башкортостан он решит, и надо немного потерпеть. К сожалению, дорогой Ради Фаридович не упомянул хронометража вот этого «немногое». Он не сказал «немногое» — это сколько? 8 месяцев, 9 месяцев, 10 месяцев, год, два, три, пять, или неопределенно долго. Так вот, дольщики до сих пор терпят. Я не знаю, насколько хватит их терпения, но, судя по их действиям, пока еще робким, но уже регулярным, терпение начинает потихонечку проходить. Я не знаю, понимают ли они, что после выборов интерес к самим дольщикам будет резко потерян, и тональность разговоров, скорее всего, изменится. Я вполне себе допускаю, что конструкция обсуждения вот этого вопроса долевого строительства сведется к тому, что мы сейчас будем наказывать застройщиков, а вам мы ничего не должны. Вполне возможно, что будет и такая ситуация, но это совсем будет печально, и тогда, конечно, стоит ждать социального взрыва. В общем, вот такая картинка сложилась на прошедшей неделе в Миловском парке, и перейдем постепенно к Серебряному ручью. Серебряным ручьем продолжает сохраняться вот эта странная интрига. все ищут этот протокол, в котором указано, что решение принято о продаже бизнес-центра и получении денег, которые будут направлены на достраивание этих домов. Я раскрою немножко тайну. Я видел этот протокол. Я видел, что в нем сказано, я видел, что решение принято, но для меня остается загадкой, почему госстроэрб, ведомство, почему сам застройщик не публикует эти данные. В общем, это было бы очень полезно. На мой взгляд, тут какая-то интрига и какое-то вредительство. Хабиров на прошедшей неделе проводил совещание на тему Серебряного ручья. Было достаточно громко, несмотря на то, что в последние дни он предпочитает говорить тихо. Ну, в общем, кое-кто был перемещен внутри этой конструкции как ответственный, безответственный и так далее. И я все-таки укрепляю в своем предположении, что это некое вредительство и попытка что-то там заполучить внутри этого процесса. Я не говорю о том, что там вымогаются деньги, хотя, наверное, это было бы логично предполагать. Но я думаю, что либо это какие-то интересы, либо какие-то еще факторы. Но на самом деле это вредительство в отношении самого Хабирова. Потому что ему позарез, как нужно решение или хотя бы декларация о том, что это решение найдено по Серебряному ручью. И если эта ситуация будет затягиваться еще 2-3-4 недели, максимально приблизиться к выборам, по Серебряному ручью точно не удастся замалчивать эту ситуацию до 8 сентября. То тогда там, конечно, ситуация взорвется. Потому что внутри сообщества дольщиков Серебряного ручья уже начинаются совершенно какие-то нездоровые брожения. В том смысле, что они одновременно не верят вот той конструкции взаимодействия с обманутыми дольщиками, которая была сформирована в правительстве. Эта конструкция уже все, она кончилась. Она полностью проржавела и обрушилась. И одновременно с этим они не понимают, как им действовать дальше. Они не понимают, кто их обманывает. То ли правительство, то ли застройщик, то ли вместе застройщик и правительство, то ли застройщик их не обманывает, а обманывает их только правительство. В общем, там настолько многообразные вот эти версии, что они, скорее всего, могут проявиться, реакции на эти версии могут проявиться самым неожиданным образом. Все-таки я полагаю, что и у ГОССРОРБ, и у застройщика хватит ума исполнить поручение дорогого Радия Фаритовича, опубликовать эту схему и все-таки приступить к ее реализации. Немного о своем, о насущном. Продолжаются судебные разбирательства в отношении нашего канала. Напомню, что на нас поданы иски о защите чести, достоинства и всевозможной деловой репутации господином Носковым, ОАО «Башспирт», одним из кандидатов в главы. В общем, много-много этих исков. Общая сумма претензий составляет аж целых 25 миллионов рублей. Вот так сильно мы нанесли моральный ущерб этим сторонам. В принципе, все идет более-менее нормально. Адвокаты работают и вполне себе оптимистично характеризуют ситуацию. Я благодарен тем, кто нас поддерживает. Спасибо всем большое. Продолжайте это делать. А мы продолжим доказывать и свою невиновность, и продолжим рассказывать об этих вот и людях, и организациях, и их деятельности, потому что, на самом деле, на мой взгляд, это важно. И мне это подтверждают наши подписчики. Мы будем информировать о ходе вот этих процессов в судах. Пока прошли только подготовительные процессы, и на следующей неделе начнется обсуждение по существу. Не могу не упомянуть историю, случившуюся с обожаемым акционерным обществом «Башспирт», которая была широко освещена в СМИ на прошедшей неделе. И я говорю о том, что теперь уже сам «Башспирт» и его руководство обратились в правоохранительные органы в прокуратуру и так далее, и в МВД с просьбой дать оценку тем событиям, которые происходили в этой компании. И, в частности, «Эхо Москвы» опубликовало историю о том, что в поле зрения правоохранителей попала некая Ольга Винникова, бывшая руководитель или один из руководителей торгового дома «Башспирт», при участии которой было похищено около 1100 коробок алкоголя. Как сказано в публикации, например, на 30 миллионов рублей. Я не знаю уж, какой там алкоголь похищала мадам Винникова. Но этот алкоголь был найден где-то там в каком-то гаражном боксе на улице Летчиков. И, я так понимаю, возвращен в собственность ОАО «Башспирт» или торгового дома «Башспирт». В общем, конечно, эти истории начинают разворачиваться. Напомню, что контрольно-счетная палата выявила нарушений, нарушений пока еще не преступлений, но нарушений внутри акционерного общества «Башспирт» аж на целых 9 миллиардов рублей. Часть материалов по этим нарушениям переданы сейчас как будто бы в правоохранительные органы, по крайней мере, по информации. И, видимо, будут приняты какие-то процессуальные решения, то есть возбуждение или не возбуждение уголовных дел и так далее. Будем пристально наблюдать за этой историей. Акционерное общество «Башспирт» полностью государственное общество, а значит, оно принадлежит всем жителям и республики Башкортостан. Соответственно, интерес к этому предприятию, предприятию доходному, предприятию, дающему много рабочих мест и много налогов, абсолютно оправдан. И этот интерес абсолютно логичен со стороны граждан, и мы имеем право понимать, что происходит на этом важном предприятии. Информация о событиях на этом предприятии должна быть открыта. И в том числе в процессе наших судебных разбирательств с этим предприятием мы, конечно же, подчеркнем эту информацию, о которой в рамках законных возможностей будем рассказывать и в дальнейшем, и в дальнейшем. Я обещаю, что историю с «Башспиртом», историю с «ПСК-6» и прочими предприятиями, которые попали в поле зрения нашего канала, мы не закончим работать, будем рассказывать и дальше. там очень-очень много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова